Только появится на нас Новый год, как все по-старому. Врачи берут микрофоны и просят пить и есть в меру, к чему люди не готовы. В праздники они привыкли всего побольше и самого разного. А жирная со спиртным нагрузка на организм и пациента, и здравоохранение. Обостряются такие проблемы, как желчно-каменная болезнь, особенно у пожилых людей. Обостряются панкреатиты. И хирурги тоже не любят новогодние праздники, особенно те, которые дежурят 31-го, 1-го, 2-го, потому что все вот как раз эти хронические болезни начинают ехать в стационар. Удар по пищеварительной системе значительный, но не только хирурги не любят Новый год. Травматологи тоже, если за столом и сидят, то больше за операционным. Пока вы подготовите дом, помоете окна, развешаете гирлянды и мишуру, особенно в спешке, можете уехать и в травматологию. И это еще до боя курантов. Дальше мы выходим все на улицу после принятия алкоголя. Координации нет. Забравшись на горку, дети скатываются, взрослые говорят, вот смотрите, как здорово, а давайте, как и я. И сейчас, смотрите, как я могу, начинают получать травмы. Причем получают очень серьезные травмы, потому что особенно если вот эти ватрушки, это вообще прям снаряд смерти, я бы назвал. Врачи разных профилей заключают, в новогоднюю ночь особенно опасны ватрушки в любом значении слова и визе, особенно под любимой праздничной приправой. Со второго числа у нас на 25, где-то 30 процентов увеличивается процент поступления, так как начинаются проблемы с алкоголем, ну, конечно, людей хорошо пьющих. Рекомендации. Ну, прежде всего, естественно, надо выпивать. Это только качественные спиртные напитки, купленные в специализированных магазинах. Наркологи не одобряют самогон. В нем, согласно экспертизам, процент вредных для здоровья веществ выше, чем в спиртном с конвейера. Рекомендованная доза для полностью здорового человека – 150-200 миллилитров сухого вина в день. Но важна и оговорка врачей – полностью здоровых почти нет. Слово оказалось, Алтайский край по потреблению этил, содержащих и прочих воспламеняющихся жидкостей, превышает средний российский показатель на 25 процентов. Не самые пьющие, но Запад, хоть и российский, мы догнали и перегнали. Андрей Дрилер, Дмитрий Денисов. День с толком.